Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, сегодня 21 октября 2024 года от Рождества Христова и наша традиционная ежедневная рубрика «Новости-хреновости». Что же принес нам прошлый день в наши с вами закрома? Что-то радостное или постоянные катастрофы, зловещие преступления, убийства? Вот как часто много вот этого страшного. Ну, посмотрим так по верхам, может быть, если не углубляться внутрь, туда вглубь, не смотреть на всю безысходность, жестокость этого мира. Может быть, так мы смотрим, вроде все хорошо, нигде не бурлит, все уже захлебнулись кому надо. Ну, друзья мои, посмотрим. Итак, в Китае предложили импортировать, то есть завозить россиянок из-за проблем с демографией. На фоне растущих демографических проблем и гендерного дисбаланса в Китае процессор, профессор Дин Чанфа. Вот сволочь это. Это дядюшка Чанфа. Вот, блин, тоже решил российских женщин завозить в Китай. Призвал местных жителей искать жен в других странах, в том числе и России, потому что в Китае 34 миллиона так называемых лишних мужчин считали, что китайские семьи, что девочки это плохо, а мальчики хорошо, что мальчики, значит, будут содержать престарелых родителей. И вот, так сказать, девочек старались не рожать, а мальчиков рожать. И вот нарожали на 34 миллиона больше, чем девочек. Итак, женихов в Китае пруд-пруди, а невесты там слишком придирчивые. Там уже просто так, как говорится, на ля-ля там просто по любви не получается. Нужно соответствовать. Значит, должно быть жилье соответствующего класса, автомобиль, ну и там приданное какие-то, то есть не у женщины приданное, а у мужчины должно быть, чтобы на него соблазнилась китайская женщина. В общем, друзья мои, видите, в Китае проблематика такая. И их взор обратился на Россию, где мужчин-то уже повыбили, потому что не жалели их никогда. Всегда это расходный материал, что ж там какие-то мужички всех их. И не доживают они недолго, живут недолго, живут тяжело. И ответственность за все ложится на их плечи. Ну и вот, в общем-то, спиваются. Погибают от несчастных случаев, от нереализованности. Ну а вот, пожалуйста, значит, Китай или их 34 миллиона мужчин приедут сюда, чтобы освоить эти северные земли, которые они, в принципе, уже считают своими. Уж до Урала-то точно. А вообще могут и Москву вполне как бы немножко очистить. Да, как приедут китайцы, так сразу же многие другие, что заселились здесь раньше, ну побегут, побегут куда-нибудь, потому что китайцы как бы всех, 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 ну не скажу, что перебьют, но куда-то все деваются. В общем, друзья мои, вот так вот, тихо-тихо, а уже разговоры. А зачем? А зачем русским женщины? Ну они им не нужны, их вообще не осталось. Теперь это будут, следующее поколение будет уже китайским, а потом вообще китайским. И смотришь уже, в Москве уже, ну, уже ничего российского, великоросского не осталось. Вообще нигде не осталось. Просто пыль заметет следы великоросов. Ну, друзья мои, как бы за что боролись, на то и напарываемся. Но сумеем ли мы остановиться перед этой пропастью? Или все, мы все сделали уже. Только осталось, китайцам только осталось перешагнуть границу и зайти сюда. Итак, мы им отдаем всю тайгу бесплатно. Отдаем газ и нефть бесплатно. Электричество за копейки. Для своих электричество тарифы повышены. Сейчас, по-моему, уже 7 рублей, вот это вот, киловатт. Киловатт. Для китайцев там, по-моему, 50 копеек. Так что, друзья мои, своих, кто сидит в этом, в руководстве, да, электросетей? Уж, наверное, что же, переодетые китайцы. Может быть, как в фильме «Люди в черном», да, там китайцы заселились, надели на себя костюмы, вроде как местных жителей. А на самом деле там китайские морды сидят. Сидят и действуют в интересах большого дракона. И сжирают каждый день, переваривают Россию, матушку. А, друзья мои, все уже. Все, теперь отдайте женщин своих. Детишек в утиль, оставшихся мужичков быстро перебьем. Ну, а женщины пригодятся. Как всегда это бывает. Знаете, раньше было в каких-то войнах. Приходят мужчин вырезать, женщин, так сказать, ну, использовать по назначению. Ну, как считают они нужным, да, для воспроизводства новых, уже, так сказать, своего генетического типа. Как знаете, в прайде львов, когда старого льва убивают, или он умирает, или там его изгоняют из прайда, новый лев душит всех котят, которые являются потомством всех львят, душит, ну, чтобы львицы заботились о нем, а не о нем и его потомстве. Ну, вот, видите, люди далеко ли ушли от львов. К сожалению, видите, старых львов сейчас в утиль. Ну, а новые, китайские, косоглазые, вот они уже здесь, с букетами цветов. Такие милые 34 миллиона женихов. Женихи из Китая. Какая прелесть. Но они тоже попивохи. Запомните, китайцы квасят, как слоны. Поэтому, что, шило на мыло менять? Ну, друзья мои. Так, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев назвал задачей России максимальное ослабление и унижение и уничтожение Запада. Задачи России остаются неизменными уже 160 лет. Это максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе и Европы. Заявил зампредсовета безопасности Дмитрий Медведев. А дальше цель может быть только одна – распад самих США. Противовес Америки. И здесь уже видны перспективы. То есть, мы вот уже чуть-чуть нам осталось додавить. И Европа разрушится. Ну, а потом уже и Штаты. И на этих руинах. Как помните, интернационал. Мы наш, мы новый мир построим. Кто стал ничем, весь мир насилием и разрушим до основания. А затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Да, друзья мои, ну, вот видите, такая идеология разрушения. Нет, чтобы, ну, как бы развивать у себя. Ну, что вы, кто вам мешает? Огромная страна, ресурсы, люди талантливые. Что вы это к соседу лезете, ему морду бить? Еще выпьете, да, и лезете к соседу морду бить. Никого вам не напоминает? Ну, построите у себя. Сделайте свой дом классным, красивым. Чтобы они смотрели и завидовали. От этого померли бы от зависти. Но почему-то у нас как-то не получается. Нам легче пойти и на коврик соседу нагадить. Ну, потому что морду ему, в принципе, набить слабовато. Не хватает. Вот пойти и соседу наложить на коврик. И написать ему там на заборе, так сказать, это, Трамп козел. Это мы можем. Или там Байден, Байден, там, этот хрен моржовый. Это мы можем. А потом скажут, а кто это сделал? Это не мы. И это не мы. А вот построить у себя на это сил не хватает. Вот это, к сожалению, друзья мои. Вот она, такая странная идеология. Идеология бытовых хулиганов, я бы сказал. Ну, к сожалению, и на государственном уровне вот такая фигня. Значит, ну, тут же у нас Владимир Владимирович Путин собирается представить план по крушению доллара. Не по укреплению рубля, друзья мои. Нет. Не то, чтобы рубль вообще там во всем мире за этот рубль драли. Чтобы там один рубль там стоил хотя бы там 10 долларов или 100 долларов вообще уже. Чтобы рубль это был такая везде. Вы там в Антарктиде могли там с пингвинами рассчитаться. Сказать, а вот у меня руб есть. Дайте-ка мне свежие рыбехи. И сразу пингвины в очереди выстраиваются. Ну, друзья, нет. Не укрепление рубля, а крушение доллара. Ну, вот то же самое, друзья мои. Видим, ну, такую, на мой взгляд, странную тенденцию. В России набирает популярность новый вид мошенничества. Рассылка поддельных квитанций ЖКХ. Жители Подмосковья столкнулись с этой проблемой. Кидают в почтовые ящики фальшивые уведомления. Люди не смотрят и как бы оплачивают по новым счетам. Может быть, я не знаю, через QR-код. Потому что, ну, как если вы платили все время по одним счетам, тут счет меняется. А если через какие-то, знаете, QR-код сканируешь. Раз, отправили не туда. И поддельные счета переводятся на счета мошенников. В таких квинтсанциях есть QR-код. И присканировать которого можно потерять доступ к банковскому приложению аккаунта Госуслуг. То есть, не только заплатя еще у вас, а будет то, что у вас на счетах есть. И при этом, друзья мои, полиция как бы констатирует. Мошенники появились и начиная счета собирают деньги. Но я понимаю, когда кто-то спер у вас кошелек. И вы не знаете, кто это. И ваши деньги как бы вот они все ушли. Их не поймать. Никакие там видеокамеры. Но существует счет. Счет в российском банке, на который мошенники собирают деньги. Это же не пять минут. Ты стырил и все. Этот счет существует. Чтобы открыть счет на юридическое лицо, нужно предоставить множество документов. Это как бы не так просто. Даже там кредитная карта или там дебетовая карта. Еще ладно. Все равно по паспорту открываются знаки. Понятно, кто это. Лично вы должны прийти и открыть эту карту. Здесь мошенников как бы найти не могут. Кто это такие. Если у человека счет блокируют по подозрению. Сейчас сколько законов. Если к вам какие-то средства приходят, а вы не можете объяснить, то счет там будет заблокирован. Ну а вот у этих счета не блокируются. Приходят на них деньги. Они их обналичивают. Живут себе хорошо. А полиция ничего не может сделать. Да, друзья мои. Что-то вот это до меня не допирает. Это не жулика, которого вы не знаете даже отпечатки пальцев. Это все у вас есть. Паспортные данные. Пусть там есть какой-то, может быть, номинальный человек. Какую-нибудь пьяницу вы подрядили под это. Но все равно это невозможно в большом масштабе. То есть подозреваю, что не ведут ли следы этих мошенников прямо в полицейское управление. Причем самого высокого ранга. Уж случайно не сам министр внутренних дел Колокольцев сидит там и собирает. Одной рукой направляет, сказать, найти мошенников. А другой рукой там, давайте, давайте. Такой доктор зло. Ну или не он, а может еще кто повыше таким баловством занимается. Госдума заставит одевать новорожденных в одежду с триколором и гербом России. Гост на патриотическую одежду и подарки для младенцев появятся в следующем году. Патриот с рождения – это когда у тебя триколор. Герб – твоя первая одежда, которая говорит о том, что ты родился в России, что ты нужен для России, ты важен. Заявила зампред, не просто какой-то депутатишка, какой-то мелочевки, а должность зампред комитета Госдумы по защите семьи и детей Татьяна Буцкая. Да, вот Таня, Таня Буцкая. То есть младенцев, если у вас младенец, коляска не в этих, не в цветах триколора, если на младенце нету герба, то как бы вы уже подозрение, что вы какой-то непатриотичный. То есть младенцев одевать только в патриотичные цвета и одежды. А не дай бог, если у него там каких-то вражеских цветов, какие-нибудь там синие с этим желтым, ну, за это родители в тюрьму, а младенца я не знаю куда. На стол, наверное, Татьяне Буцкой, чтобы она, как говорится, лично попробовала, что же это за непатриотичные такие граждане растут в Россиюшке-матушке. Ну, друзья, то мы ее только руками развести, но я не возражаю, а что бы нет. Да, пожалуйста, давайте всю одежду, чтобы каждый человек, там запретим какие-то маечки, футболочки, какой-то легких расцветок, все в этих цветах таких патриотов. Трусы там, носки с гербами, все там, одежда, шапки такие, ушанки, тоже, так сказать, со звездой. Все это нормально, но для начала депутаты могут это показать пример. Что-то я тоже смотрю, в Госдуме сидят там какие-то пиджачки у них там итальянские, обувочка там французская, все у них как-то, и парфюм тоже какой-то, все заграничное, и машины, на которых они ездят, все сплошняком даже, не какие-нибудь там Лады, да, а все, Мерседесы, да, БМВ, как бы вот у нас патриотизм начинается с себя, делай как я, как в этом, в армейском таком, да, вот командир должен показать пример, пусть хотя бы начнут с белья, да, пусть Татьяна Буцкая прямо на трибуне скинет с себя верхнюю одежду, чтобы у нее там на этом бюстгальтеры были там, ну не серпом, он сейчас серпом, нет, а что там такое, там российский триколор, чтобы трусишки у нее были соответственные, такие как бы, как, знаете, вот раньше в фильмах американские боксеры, да, там выступали, у них трусы были, ну, звезды полосатые, это символы, знаешь, что это вот американец, все видят, что он в трусах таких, блин, все, он не просто за себя бьется, он за Соединенные Штаты, а значит, у нас каждый младенец должен за Россию матушку уже начать не то что стоять, а уже лежать в люльке и стоять, и соска у него должна быть такая патриотичная, и в бутылочке уже не какое-нибудь там импортное молоко, там должен быть российский самогон, чтобы младенец сразу заверел от патриотизма, чтобы любой младенец мог встать на защиту, ну, для начала начнем с белья. Татьяна Буцкая, нужно позаботиться на практике, не то что в теории такие заверальные проекты, а на практике белье, одежда, цветах патриотических, вот это вот классно, вот это замечательно, тогда люди посмотрят, а если сам президент выступит не в пиджаках, они все время в костюмах сидят там на заседании, все время в костюмах, пусть эти костюмы будут хотя бы ясно, что они сделаны в России, на них должна быть российская символика, отказаться от всего импортного, отказаться от всех лимузинов там, да, от всего импортного. Кто-то может, но не мы, мы должны, только отечественное, и чтобы это прямо бросалось в глаза, вот тогда вот действительно патриотизм. Так что инициативу можно поддержать, все нормально, все грамотно, но, друзья мои, надо начинать с себя. Когда увижу, что Татьяна Буцкая носит трусы, я тоже себе закажу, я не знаю, продаются ли они, честно говоря, не знаю, надо сейчас набрать где-нибудь в Альбересе трусы в этой патриотической символике. Вот это да. Вот и, как говорится, ну, не стесняюсь. Я бы, конечно, показал вам, как, ну, во-первых, трусов нет, а во-вторых, ну, нет, трусы-то есть, но нету таких трусов патриотичных. Поэтому надо сначала посмотреть, а потом уже, значит, тоже выступлю с этим, с призывом носить символику патриотичную, чтобы Россия крепла, наша мечта стала сильной, свободной страной, и Америка бы от зависти умерла. Прямо-прямо все, прям его байны на старика Кондратья хватило на трибуне, чтобы он сказал, опа, все, я побежден, поражен в самое сердце, и перестал гадить России матушке. Все, друзья мои, пока, счастливо.